Тельцы, рада вас вновь приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер и в текущем видео хочу вам предложить терроскоп на июль 2018 года. По традиции, расклад вам покажет общую атмосферу месяца, какие события наиболее вероятно отыграет в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни и карты дают вам совет, как наиболее продуктивно и благоприятно провести вам текущий месяц. Работать мы будем сегодня с Таро Книга Теней. Замечательная, очень такая живая колода. Хочу напомнить, что расклад общий, он не является индивидуальным, поэтому однозначно не может проиграться в нескольких тысяч смотрящих. Плюс ко всему, смотрите, пожалуйста, для тех, кто не уверен, для тех, у кого не проигрываются расклады по знаку Зодиака, смотрите терроскопы по знаку своего асцидента. Итак, настраивайтесь, пожалуйста, на расклад и будем с вами смотреть. Итак, общая атмосфера месяца. Что вас ожидают в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, давайте смотреть Арканы. Общая атмосфера месяца. Здесь у вас падает четверка мечей. Ну, это карта какого-то пассивного ожидания. Карта отдыха. Либо карта переосмысления. То есть это попытки собраться, возможно, отвлечься от каких-то повседневных дел, отдохнуть. Понять, в каком направлении вам двигаться. К чему стремиться. В чем развиваться. И знаете, такое вместе с тем приятное времяпрепровождение. Помимо всего прочего, так как здесь четко на Аркане прорисовано несколько идей, несколько направлений, да, которые вас гложет на текущий момент, либо беспокоит. Это попытка, в принципе, отключиться от всего. Абстрагироваться, отключиться. И, наконец-то, понять и душой, и сердцем, а куда же вам двигаться дальше. Что для вас является первостепенной задачей. Ну, по сути, тоже неплохо. Так, что вас ожидает в плане работы? Ой, королева Пентакли. Ну, однозначно, товарищи. Во-первых, ваш Аркан. Особенно для женщин. Тельцей и ваша карта Королева Пентакли. Здесь вы в этом месте будете на коне. Во-первых, это карта работоспособности. Хорошего заработка. Стремления вперед. Реализации планов. Надежд. Вне зависимости от того. То есть, если вы не работали. Здесь для некоторых, кстати, может проиграться, как наличие мужчины, у которого вы будете на содержании, да, потому что здесь мужчина пылает к вам страсти, пылает к вам любовью. Если же в целом у вас видит сама по себе ситуация наемного работника, либо женщина, у которой есть свой бизнес, а барышням, тельцам это свойственно, то однозначно здесь будет рост вашего благополучия, реализация ваших планов, карьерного роста и укрепление своих позиций. Помимо всего прочего, здесь еще идет карта, но я не могу сказать, что обучение, но каким-то образом, знаете, как набраться опытов либо у коллег, либо даже у тех же конкурентов, с целью, чтобы это реализовать потом впоследствии для самого себя, причем и в положительном аспекте. Так, что вас ожидает в плане финансов? Так, в плане финансов здесь падает тройка мечей. Сама по себе ситуация, когда либо вы о чем-то жалеете, то есть вложили не туда, либо каким-то образом поступили неправильно, и теперь не знаете, как это исправить. Ну, например, взяли ипотеку, либо взяли какой-то там, не знаю, долгосрочный кредит, либо дали в долг не тому человеку, теперь сожалеете об этом, либо наоборот, знаете, какая-то вот острая ситуация возникла, ну, не знаю, вам нужно, необходимо купить недвижимость, либо автомобиль, а у вас не хватает нужной суммы. И от этого у вас идет ситуация разбитого сердца и отчаяния, потому что, знаете, сама по себе такая карта, которая говорит о том, что либо ресурсы недостаточны, и это вам разбивает сердце, либо откладывает впоследствии реализацию ваших планов. Ну, давайте даже уточним вот этот момент. В чем же именно он проиграется? Куда же пойдут ваши финансы? Так, что здесь? Так, король Пентакли. Ну, смотрите, здесь либо сама по себе ситуация, поскольку королева Пентакли, король Пентакли, супруг может не одобрить, да, ваше вложение во что-либо, и это будет развивать вам сердце. Либо же по королю Пентакли вам может быть отказано в кредите, потому что король Пентакли это еще банкир, экономист, и, соответственно, вы не получите реализацию задуманного. Но, тем не менее, не расстраивайтесь, все впереди. Так, что вас ожидает в плане здоровья? В плане здоровья здесь падает король мечей. Сама по себе ситуация, когда... Прошу прощения. Сама по себе ситуация, когда вам стоит обратиться к врачу за какой-то консультацией, потому что король мечей непосредственно является представителем врачей, да, как бы медицинского работника за консультацией, либо в целом за лечением. Плюс карта четко указывает на значительное улучшение состояния. Единственное, что по королю мечей возможны какие-то небольшие травмы, либо в мелкие хирургические операции. Ну, из серии, как там, не знаю, лечение зуба, там, либо удаление зуба. То есть такое вот, ну, я не могу сказать, что я совсем значимая, но, тем не менее, какие-то вот такие мелкие, так называемые, хирургические операции. Что ожидает вас в плане жизни, личной жизни? А вот здесь пятерка мечей. Ситуация конкуренции. Причем по пятерке мечей, которая, знаете, как, в которую вы войдете, скрипя сердцем, не потому, что вам этого хочется, но это, знаете, как с целью либо реванша, либо отставить свои права. Даже не с позиции того, что нужен ли вам партнер, а с позиции доказать что-то самой себе. Так, сейчас этот момент мы уточним. Что же тут, как для вас проиграется эта конкуренция? Так, ну, либо кто-то будет посягать на вашу семью, и вы будете отставить свои права, дадите понять, кто есть кто. Либо для некоторых это может проиграться, как отношение женатым мужчиной, да, то есть с несвободным партнером. Соответственно, вы будете пытаться отставить свои интересы. Так, и совет по картам на месяц. Здесь у нас падает карта смерть. А вот здесь, знаете, мне кажется, может проиграться именно с финансовой точки зрения. Объясню, почему. Потому что здесь ведь ситуация прощания со старым, чтобы приобрести что-то новое. То есть, да, вот идёт, видите, ситуация продажи дома. С покупкой, с целью покупки нового дома, более большого, более благоустроенного. Ну, понимаете, это вам, по сути, всё равно как частично разбивает сердце. Потому что вы здесь провели много времени, приросли корнями, потому что лица – это крайний постоянный знак. Вот то, что, знаете, вам как бы теребит душу, не отпускает, то есть вам сложно с этим проститься. Но вы понимаете, что это неизбежно, потому что смерть после чего-то старого идёт непременно новое. Но со старым нам всегда тяжело проститься. Ну, месяц, конечно, неоднозначный. Ну, смотрите с позиции позитивных аспектов, потому что здесь для вас чёткая карта говорит о том, что будут какие-то кардинальные перемены, которые дадут вам новый старт, новые события в вашей жизни. Вот таким у нас вышел терраскоп для тех, кто хочет получить индивидуальную консультацию. Ссылки на мои контакты вы найдёте под этим видео. А я искренне благодарю вас за просмотр. С вами была Ева Лекцер. До новых встреч.